МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самаре состоялась панельная дискуссия стратегические точки роста региона, градостроительное развитие территории Самарской области. В обсуждении принял участие в РИО губернатора Вячеслав Федорищев. Обсудили состояние автобусов, которые осуществляют перевозку детей. В администрации Самары прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Самарский хоспис стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Какие возможности появятся? Окунуться в атмосферу советского Куйбышева Музея Эльтара Рязанова организует пешеходные экскурсии по городу. 60 работ, выполненных маслом и карандашом в областном художественном музее открылась выставка самарского художника Евгения Казнина. В РИО губернатора Вячеслав Федорищев встретился с Союзом архитекторов региона, чтобы выслушать предложения по развитию крупных городов, прежде всего Самары. Также руководитель области рассказал о планах развития территорий и изменения в структуре регионального правительства. Во-первых, мы сейчас, перестраивая структуру правительства, выделим отдельное направление. У нас будет Министерство бедостроительной политики. Второе мы бы хотели, и уже сейчас формируем ближайшие планы в нашем ключевом знаковом площадке. Мы будем заниматься стрелкой. Будем заниматься стрелкой. У нас в течение пяти лет на стрелке появится новый ландшафтный парк для всех наших жителей, для всех наших гостей и большой культурный объект, большой концертный зал. Также есть планы по развитию обустройства пятой очереди набережной. Продолжится работа над комплексным развитием других территорий, созданием мастер-планов, в том числе в рамках Самарско-Тольятинской агломерации. Более ста ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества», участвуют в федеральной программе «Время героев». Она реализуется по поручению президента. Программы направлены на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных госкомпаниях. По решению главы региона Вячеслава Федорищева запускается региональный проект «Школа героев Самарской области», чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на Самарской земле. Сегодня в программу «Школа героев Самарской области» подано более 50 заявок. Предполагается, что после обучения они войдут в кадровый резерв региона. Обсудили состояние школьных автобусов, наличие дорожной разметки и предупреждающих знаков возле школ, детский травматизм на дорогах. В администрации города прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Состояние школьных автобусов в соответствии уличнодорожной сети вблизи образовательных учреждений требованием ГОСТа, а также детский дорожно-транспортный травматизм обсудили в администрации города на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел заместитель главы Самары Александр Андреянов. В некоторые из них детей возят школьные автобусы. К примеру, в школу номер 7, расположенную на улице Золотухина в Крутых Ключах, возят 1100 учеников. С этой задачей справляются шесть автобусов. Все они до 1 сентября должны пройти техническую проверку, а водителя – инструктаж. На сегодняшний день по готовности могу доложить, что автобусы готовы технически. На следующей неделе у нас будет осуществлена приемка совместно с ГИБДД, с технодзором. Запланировано, сейчас мы договорились, на понедельник. Сотрудники ГИБДД сообщили, что возле некоторых школ отсутствует дорожная разметка, а возле других нет знаков «Дети» или пешеходный переход. Ситуацию нужно срочно исправлять. Срок получен от ГИБДД замечательный. Задача по устранению уже выдана. То есть по 32 замечательных утрате предупреждений о применении дорожных знаков в настоящее время действие в результате устранено. В работе подряд организации, в составе работы, да, планируемое, только 25-го, 8-го закончится. Срок 25-го и 08-го, Виктор Евгений, будете ночевать на работе, вместе будете красить. Я не вижу других вариантов. Дети в школу должны пойти в адекватные обстановки безопасности. Нет других вариантов. Сторона госинспекции будет продолжаться, осуществляться контроль за всеми теми моментами, которые были сейчас озвучены. То есть как с дорожными, с содержанием личной дорожной сети, так и, соответственно, школы и все направления. Сотрудники ГИБДД также доложили, что за 7 месяцев текущего года в Самаре зафиксировано 80 ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадали 82 ребенка. Погибших нет. Из них 37 детей в момент аварии были пешеходами, остальные – пассажирами. По сравнению с прошлым годом число пострадавших детей снизилось на 6 человек. Рост ДТП с участием несовершеннолетних обычно наблюдается в августе. Дети возвращаются с отдыха и из лагерей. И ведут себя на дорогах невнимательно. Сотрудники госавтоинспекции просят взрослых еще раз напомнить детям о правилах дорожного движения. А с началом учебного года они начнут проводить уроки безопасности в школах. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. Меньше трех недель остается до 1 сентября. Подготовка ребенка к школе наносит ощутимый удар по кошельку родителей. Минимальный набор – это школьная форма, обувь и портфель с канцелярскими принадлежностями. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году? И как сэкономить на расходах, узнала Ксения Баканова. «Носочки очень хорошего качества. Размер ножки, если не секрет, 37». «Смотрите, есть серые, черные, только серые». Внук Ольги Ведурой Никита пойдет в шестой класс. Бабушка говорит, в школе, где учится мальчик, очень строгие требования к внешнему виду. В гардеробе ребенка должна быть как парадная, так и спортивная одежда. Поэтому, когда пришли в магазин за брюками, взяли еще шорты и футболку. «В наше время было, знаете, может быть, школьной формы было много, но она была однообразная. Вот как положено девочкам платье и фартук, это все школы так одевали. А сейчас в каждой школе разные фасоны, разная ткань. Ну, выбор очень большой». Работники торговли отмечают, в этом году школьная форма на девочку обойдется родителям минимум в 10 тысяч рублей. Так на юбку и жилет придется потратить около 5 тысяч. Блузку получится подобрать в пределах 2 тысяч, а стоимость сарафана варьируется от 3 до 3,5 тысяч рублей. Родителям мальчиков повезло больше. Стоимость брюк стартует от 1700 и доходит до 4 тысяч рублей. Чем больше размер, тем цена выше. Дополнит образ жилет. Его можно купить в среднем за 2,5 тысячи рублей. Что касается рубашек, то их у ребенка должно быть как минимум 2. Заплатить за каждую придется около 2 тысяч рублей. По словам экспертов, с приближением учебного года цены на одежду будут только расти, а ассортимент беднеть. Так что родителям стоит поторопиться. В основном мы закупки делаем вообще весной. То есть мы всегда говорим, что к нам лучше всего приходить в мае вообще. То есть школы, с которыми сотрудничаем давно, централизованно одеваем. Начинаем с апреля уже их обмерять детей. То есть принимаем заказ, там цена, соответственно, ниже розничных процентов изначально на 20-25. Чем ближе к первому сентября, тем она дороже. Что касается материалов, то лучше выбирать одежду из натуральных тканей. Идеальным вариантом станут изделия из хлопка, льна, шерсти, полушерсти и вискозы. В такой одежде ребенок будет чувствовать себя легко и комфортно в любую погоду. Подготовка ребенка к школе не ограничивается покупкой школьной формы. Важно заранее позаботиться о том, что понадобится ученику на уроках. Тетради, ручки и дневник – самое необходимое. Все это и многое другое можно найти в магазине канцтоваров «Переменка». Это офлайн-магазин, где можно приобрести канцелярские товары в школу для ребенка от эластика до рюкзака, при этом полностью убедиться в качестве товара, потрогать его, пощупать, испытать. Так цена на рюкзак варьируется от 700 до 5,5 тысяч рублей. Стоимость тетради зависит от количества листов – в среднем от 9 до 36 рублей. Не обойтись и без шариковой ручки – цена от 7 до 120 рублей. Таким образом, собрать ученика в школу можно в пределах 19 тысяч рублей, из которых 9 тысяч придется на покупку канцтоваров и 10 на школьную форму. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Использование гаджетов в раннем возрасте вызывает у детей вспышки гнева и истерики. Об этом говорят врачи-психиатры. Подобные эмоциональные проявления – перегрузка психики, которую демонстрирует ребенок от истощения. Медики рекомендуют заменить телефон на книги или воссоздать мобильные игры в реальной жизни. Нужно ли ограничивать детей в использовании гаджетов? Своим мнением поделились жители Самары. Я думаю, что на начальном этапе их жизни это делать необходимо, чтобы они полностью не уходили в ту реальность, которую предоставляют сейчас наши социальные сети и в том числе гаджеты. Важно именно общение, реальное, в реале важно общение. Конечно, интернет нужен для детей, потому что без этого в современном мире сложно. Но даже если это интернет, то что-то развивающее. Нужно выбирать, где он должен сидеть, например. Потому что может что-то посмотреть. То, что ему не нужно смотреть. Я запретил их лет до 12. Почему? Ну, у меня это дело уже я имею двух правнуков, да, и так далее. Один старший, он уже без него не может, да. Второй класс всего на все пойдет. Значит, я... Но, в отличие... Так сказать, нам повезло, может быть, нашей семье повезло. Он читает. Он уже стихи. Я стихи люблю читать. И учить стихи, да, и так далее. Ну, и он тоже стремится, и как-то так далее. А все надо было запретить. Я считаю, не более двух часов в день. Потому что дети сидят где ненужно и не в ограниченном пространстве. Что смотрят иногда всякую такую дрянь, что даже страшно сказать. Нужно, нужно. Почему? Потому что в гаджетах они подчас такую информацию ненужную для себя получают, и потом это формирует как-то в какой-то степени их мышление, их сознание. Вот то, что как раз для воспитания не нужно. Они там не получают информацию о любви к родине, патриотизма. Они там получают информацию о развлечении. Этого бы мы не хотели. Поэтому ограничения в гаджетах в обязательном порядке. Нужно, наверное, какую-то альтернативу ребенку предлагать, времяпрепровождение. А когда у ребенка нет ничего, кроме гаджета, ему даже выбирать не из чего. Дом, в котором не страшно. Социальный проект Самарского хосписа снова стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Какие новые возможности откроются для больных. И все о работе горячей линии для пациентов и их родственников узнала Ксения Баканова. Несколько лет назад врачи выявили у Владимира Ефимова онкологию. Мужчина уже дважды прошел курс химиотерапии, но продолжает бороться и верить в лучшее. Однако коварная болезнь не отступает. Не теряя надежды, Владимир решил обратиться за помощью в хоспис. «Пришел, конечно, я никакой, со своим кислородом, но тут начали оказываться лечения. Сейчас аппетита не было никакого. Сейчас я кушаю. Уже даже управляться маленько начал. Насечки. Хорошо сейчас более-менее, чем когда поступил». Когда становится плохо, одиноко или просто нужен совет, пациенты и их родственники звонят Татьяне Парфеновой. Она работает медицинским психологом уже больше 25 лет. Признается, ее телефон доступен в любое время суток. А историю болезни каждого специалист знает наизусть. «И когда ты находишься с человеком вот здесь и сейчас, когда я понимаю, что соприкасаясь с чужой болью, я не могу оставаться белым чистым листом, что это все равно меня касается. И да, я могу поплакать, потому что меня это касается. То есть быть честной в том, что я чувствую, как я это проявляю, что я при этом говорю». Социальный проект Самарского хосписа стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Теперь больше специалистов смогут получить навыки обращения с тяжелобольными не только на семинарах, но и у коек пациентов. «Хоспис – это дом. Все должны знать всех. И это отдельно стоящее здание обязательно, потому что если это лечебное учреждение, то это другой дух. И это малоэтажное здание, чтобы пациенты могли спокойно гулять, выходить вместе с близкими». В ближайшие годы в Самарской области планируется строительство нового палеотивного центра для взрослых. Такое решение озвучил глава региона Вячеслав Федорищев. Здание будет рассчитано на 25-30 мест. Ксения Абаканова, Константин Головин, События. В последний месяц лета жители Северного полушария любуются падающими с неба звездами. Но почему это завораживающее явление происходит именно в августе? Чтобы на самом деле видим, когда смотрим на звездопад. И где лучше всего наблюдать это природное явление, расскажет Полина Чулякова. Александра Букатина приехала учиться в Самару из маленького поселка в Волгоградской области, где она любила наблюдать за звездами. Поступив в университет, девушка начала увлекаться астрономией и вступила в астрономический клуб. Здесь она нашла единомышленников. Ребята занимаются практической астрономией, наблюдают за созвездиями и глубоким космосом, проводят различные мероприятия и исследования. По моему мнению, почему я увлекаюсь, это как бы прикосновение к незыблемому, такому очень красивому. То есть я не могу полететь в космос, но могу смотреть на космос отсюда. Летом молодые астрономы выезжают наблюдать за звездами на природу, ведь в августе лучше всего виден звездопад, то есть метеорный поток. В северном полушарии самый яркий и крупный метеорный поток Персеиды. Персеиды — это не конкретный объект, это явление. На самом деле это явление сгорания в атмосфере Земли мельчайших частиц из космоса. Когда Земля вращается вокруг Солнца, на своем пути она встречается с разрушенным шлейфом от комет, которые пролетают за пределами Солнечной системы. Когда наша Земля встречается с мелким-мелким роем частиц, которые располагаются в виде такой как бы тропинки, то эти частички врезаются в атмосферу Земли и сгорают. То есть они появляются у нас на небе в виде таких сгорающих следов. Прародительницей метеорного потока, который мы наблюдаем каждый год в августе, является комета Свита Тутля. Она появляется около Солнца каждые 133 года. Когда комета пролетает мимо светила, она тает и оставляет шлейф, потому что состоит из мелких частиц, скованных льдом. Каждый год Земля, пролетая в одном и том же месте своей орбиты, сталкивается вот с этим вот следом от кометы. Соответственно, каждый год, поэтому у нас, например, вот в середине августа наблюдается такой поток. Такие потоки наблюдаются не только в середине августа. Но люди, живущие в Северном полушарии, замечают их именно в последний месяц лета из-за теплых ночей и благоприятной погоды. Чтобы насладиться зрелищем метеорного потока, лучше всего выехать на природу, где нет фонарей большого количества света. Наблюдать поток Персиды лучше с полуночи и до утра. Лучше всего их видно при убывающей или растущей луне. Полина Чулякова, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Окунуться в атмосферу советского Куйбышева и узнать о гастрономических удовольствиях прошлого. Вместе с научным сотрудником музея Эльдара Рязанова самарцы отправились на пешеходную экскурсию «Советский потребитель». На прогулки побывала и наша съемочная группа. Валерия Пономарева приехала из Ярославля к сестре в гости. Она уже третий раз посещает Самару и признается, что прежде знакомилась лишь с местными музеями и театрами. Однако на этот раз, увидев афишу на сайте музея Рязанова, не упустила возможность погрузиться в атмосферу советского Куйбышева. Поскольку экскурсия связана с советским прошлым, как оказалось, что советское прошлое, хоть я не жила в это время, оно объединяет многие города. И что-то, что я узнала здесь, оказывается частично связано и с моим городом тоже, потому что родители, бабушки, дедушки тоже об этом рассказывали. Ну вот, например, о магазинах, где продавали рыбу, океан. Они, оказывается, были не только в моем городе, хотя мне родители рассказывали об этом, но здесь тоже был. Экскурсанты не только узнали о советских ресторанах и магазинах, но и смогли познакомиться с элементами советского уклада жизни. Научный сотрудник музея поделилась интересными историческими фактами. Рассказала о ценах тех лет, о местах, где собирались куйбышевские стиляги. По воспоминаниям самарских жителей, гостиница и ресторан внутри очень сильно напоминали тот ресторан, который был в сериале «Место встречи изменить нельзя». То есть ресторан сохранил свой такой древолюционный оклик, залы были с высокими потолками. Это очень интересно узнать, где отдыхали бабушки и дедушки, где и что они покупали, сколько это стоило, с какими трудностями они сталкивались, потому что в те годы был большой дефицит товаров всего на свете, люди буквально охотились за продуктами питания, за мебелью, за электроникой. Все это надо было доставать. И вот это доставание, оно в какой-то мере превратилось в такой эмоциональный спорт. Пешеходные экскурсии проводятся регулярно, и каждый желающий может стать их участником. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. 60 полотен и выдержки из записных книжек. В областном художественном музее состоялось открытие выставки Евгения Казнина «Кистью и перо». Она приурочена к 50-летию со дня рождения самарского художника, что изображал Евгений Казнин на своих полотнах и как долго можно будет наслаждаться живописью и графикой земляка, расскажет Полина Чулякова. Живописные пейзажи в стиле импрессионизма, сюрреалистичная графика и заметки, дополняющие картины. Открытие выставки «Кистью и пером» самарского художника Евгения Казнина состоялось в областном художественном музее. Эта выставка, она совершенно потрясающая, потому что есть возможность поговорить с художником. Вот тот диалог, о котором он мечтал когда-то и который даже в моей жизни не состоял сегодня здесь в музее, на юбилейной выставке, я считаю, что все наши неравнодушные к музею, к художникам, коллекции, жители и гости музея обязательно должны прийти и попробовать ощутить на себе этот мир хрупкого и очень талантливого человека. Евгений Казнин родился в Литве, но большую часть жизни прожил в Самаре, где и создавал свои произведения. Он ушел из жизни в 2007 году, но друзья и коллеги с теплотой вспоминают о творце. Мы взаимно насыщали друг друга. Женя был невероятный, настоящий художник, сумасшедший в самом хорошем смысле слова. Прекрасный человек, я очень помню его, это настоящий художник. В этом году Евгению Казнину исполнилось бы 50 лет. Этой юбилейной дате и посвятили открытие выставки. В экспозиции 66 картин. Они завораживают и не оставляют равнодушными, а рассказывают посетители музея. Художник необыкновенный, звезда нашего города, самарский Ван Гог, его так часто называют. Женя на подсолнухе, это не подсолнухи Ван Гога, это совершенно особый Женя на подсолнухе, который видел только он. Он, наверное, видел так, как сейчас смоделировать картинки может только искусственный интеллект под умелым руководством какого-то фантазийного художника. Живописные работы Евгения Казнина дополняют стихи и выдержки из его записных книжек. Часто художники даже там автограф не ставят, а у Жени вот и графика, она так очень подробно, то есть ему хотелось говорить, поэтому эта выставка, а она память, память о художнике, который, к сожалению, рано ушел, но очень много хотел, стремился, торопился жить, и он это очень чувствовал. Часть работ в Дармузею передала мама Евгения Казнина. Выставку «Кистью и пером» можно увидеть в Самарском художественном музее до 22 сентября. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих интернет-площадках. Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого такие слова и фразы. ФСБ, МВД, Центральный банк, безопасный счет. Сообщите код из СМС, данные карты, паспорта, СНИЛС. Об этом со ссылкой на представителей банка пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Самыми актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, которые под разными предлогами просят перевести деньги на безопасный счет. Кроме того, мошенники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор или позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг или связаться якобы из социального фонда для перерасчета пенсии. 19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча «Акрон-Рубин» будет усилена работа общественного транспорта. В связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Новосадовой в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамвай номер 22, 24, 24, К, 25 следует от Барбошиной поляны. До улицы Нововокзальной можно добраться на трамвайном маршруте номер 5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от Апельсина до улицы Ташкентской с соблюдением всех остановочных пунктов. Дополнительный подвижной состав будет подан на трамвайном маршруте номер 25. Он будет ожидать на остановочном пункте Самара-Арена после окончания матча. Также будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте номер 22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. Усилят работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта улицы Алматинская будут поданы дополнительные автобусы номер 1, 34, 41 и 67. Следующие в сторону проспекта Кирова. А на остановку улицы Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номер 1 и 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайоны Крутые Ключи, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. Телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает о господдержке для семей, в которых есть студенты. Семьям полагается оплата обучения и общежития маткапиталом. Образовательный кредит со ставкой до 3%. Оформить его может студент платного отделения с 14 лет. Налоговый вычет за очное обучение. Возраст ребенка до 24 лет. Опекаемого ребенка до 18. Родители могут вернуть до 14 300 рублей за каждого ребенка в год. Продление возраста для оформления других видов вычетов. Учет в составе семьи для единого пособия, если студенту не исполнилось 23 лет, и он учится очно в колледже или вузе. На первом курсе до конца сессии все студенты получают академическую стипендию. Для отдельных категорий предусмотрена социальная стипендия. Студент до 22 лет включительно может оформить пушкинскую карту для оплаты культурных мероприятий. Лимит средств на ней – 5000 рублей на год. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!